Приветствую вас! Коллега, конечно, испытывает к вам чувства, естественно, ну, совершенно очевидно из вашего отстания выходит, что он пытается с вами сблизиться, пытается стать с вами более... интимно, в более интимной форме общаться с вами пытается человек. И вопрос заключается в том, что его чувства, вот как вам, в принципе, правильно сказали, что именно о чувствах говорить пока преждевременно. Я поддерживаю эту мысль, действительно, на мой взгляд, о чувствах пока говорить и правда преждевременно. Но, что можно уже сейчас сказать совершенно, точно догадываем, пожалуй, то, что ваш коллега достаточно серьезно настроен по отношению к вам. То есть, нельзя, нельзя определенно сказать, чего он от вас хочет, серьезно ли он настроен по отношению к вам и так далее. Этого серьезно сказать, конечно, нельзя, потому что нужно лучше понимать, какой он человек. Но однозначно, совершенно однозначно можно сказать, что он хочет с вами быть ближе, он хочет с вами более близкого контакта. Вот. И весь вопрос заключается в том, хотите ли вы этого, готовы ли вы ответить ему взаимностью и осознаете ли вы последствия того, что у вас может быть. Последствия здесь, я надеюсь, вы понимаете, последствия служебного романа всегда таковы, что пока вы сближаетесь, все вроде бы хорошо. Это даже отчасти помогает в работе, это отчасти помогает лучше осуществлять трудовую деятельность, но вот потом, если возникнет какие-то ссоры, то будет вам достаточно тяжело, трудно и, я бы даже сказал, очень энергозатратно общаться с таким человеком и вести с ним трудовые отношения. Поэтому следует, вот этот момент обязательно для себя прояснить, потому что если вы не уверены в том, что сможете в случае чего хорошо и адекватно реагировать на подобное поведение, на подобное отношение мужчины, да, то есть это сплетни, это негатив определенный, да, это давление со стороны коллег и прочее. Если вы не уверены, что не сможете вот адекватно с этим справляться, то в отношения такие лучше не уступать, потому что уже давно достаточно доказано, что вот служебный роман, он хорош только до определенного времени, до определенного момента, а потом он уже начинает или может начать оказывать существенный вред на человека. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Сила чувств, о которой вы спрашиваете, его сила чувств, здесь это непонятно, потому что, ну, объективно, какая может быть сила чувств, если мужчина пока только вам проявляет свою симпатизу и не более того. То есть какая здесь может быть сила чувств, если мужчин еще, наверное, даже сам не отдает себя в счет в том, чего он от вас хочет. Ну вот, если вы с ним, условно говоря, сблизитесь, если вы с ним, условно говоря, как-то начнете больше контактировать, то тогда, конечно, может быть что-то будет, да. А пока нельзя говорить о том, какие умственные чувства, просто потому что он не о чем говорит. Вам нужно само для себя определить, на что вы готовы, что вы хотите, и выбрать модель поведения, соответствующую модель поведения. И тогда, я думаю, будет более понятно. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку. Могу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.